На что он опирался, когда давал фетвы? Опирался, как все остальные, на Кур'ан, на Сунну. Вначале вспомним, напомню эти терминологии в шариате, как они звучат. Кур'ан, Сунна, Аль-Иджма, Амала, Ахли, Аль-Мадина, Аль-Кияс, Аль-Масалих, Аль-Мурсала, Аль-Истихсан, Аль-Урфу, Аль-Адад, Садду-Зарай, Аль-Истисхаб. Кур'ан, понимаем Сунна, знаем, что это такое. Иджма – это единодушное мнение ученых по обсуждаемому вопросу. Когда все ученые авторитетные мучтахиды собираются, у них есть единогласное мнение по какому-то обсуждаемому вопросу. Аль-Истихсан, мы говорили еще, когда вспоминали Абу-Ханифу, это предпочтение в сторону удобства и легкости. Аль-Маслах, Аль-Мурсала. Аль-Маслах, Аль-Мурсала – это какая-то польза, то есть для защиты религии, жизни, здоровья, имущества, чести, разума. Например, приведем пример. Решение сподвижников пророка Мухаммада собрать Коран в один мусхаф. То есть, опять же, это не противоречит шариату. Они приняли такое решение, в этом есть пользы. Или вот когда в последние годы, как раз, когда заканчивал университет в Аль-Риаде, очень большое такое разногласие было среди ученых во всем мире. По поводу расширения, по поводу расширения, вот это мечеть Аль-Харам, где делают обход между Сафа и Марва. Некоторые сказали, нельзя, так как, если расширить, там уже начинался в то время суку Мекка, то есть базар Мекки. Там уже как бы, там люди уже как бы не делали эти поклонения. Это мечеть, а там был базар. Но когда они взяли это и посмотрели, что не противоречит шариату, и посмотрели, что есть польза, потому что была сильная давка, так как там люди умирали, и был некий дискомфорт, тогда приняли решение, опираясь вот на эту пользу, что можно расширить, на себя можно расширить мечеть Аль-Харам. Но это как бы именно эта вот польза, она не должна противоречить шариату. Например, нельзя, например, сейчас человек придет и скажет, так, давайте не пять раз в день читать намаз, а польза от шести намазов больше. Нет. То есть эти в этом, именно в поклонениях здесь нельзя. Или, например, закат, например, два с половиной процента. Сейчас придет, нужно пять процентов. В этом польза больше. То есть он не имеет права туда лезть как бы с точки зрения пользы, потому что это зафиксировано Всевышним Аллахом. Также Аль-Урф и Аль-Адад – это практика, принятая среди людей, не противоречившись шариату, на основе традиций какого-то народа. Например, как мы сказали в прошлый раз, есть такие, например, государства, где Махара дается женщине, вот этот вот ее свадебный дар дается до Никиаха для того, чтобы на эти деньги она купила там себе одежду, вещи какие-то. То есть здесь это не противоречит, поэтому нужно следовать, если принято в каком-то обществе так поступать, какими-то традициями, не противоречивающими Курану и Сунны. Аль-Истисхаб – это продолжение действия шариатской правовой нормы, действующей прошлым, если на ее отмененность не указывать шариатские доказательства. То есть что это такое? То есть действие, оно продолжает быть правильным, пока не придет какое-то доказательство на ее недостоверность, на ее запрет. И на этом принципе были усули фикхи, то есть в правилах фикха построены правила, такие как . То есть если у тебя есть убежденность в чем-то, то эта убежденность не аннулируется, если у тебя есть сомнения. Например, у тебя есть убежденность в том, что ты взял омовение, у тебя есть убежденность в основе, то, что ты взял Тагарат. И потом проходит время, и тебе начинаются некие такие высяевые, некоторые нашептывания в голове, испортил я его или нет. Ну, У тебя есть убежденность, что ты его брал. Если у тебя всего лишь эти нашептывания, что ты портил или не портил, значит основа то, что у тебя омовение есть. Также такое правило, как аль аслуф иль ащаи мубах. Основа во всем, оно дозволено. Например, два человека сидят, разговаривают, и один подходит и говорит, что вы тут сидите и разговариваете? Он говорит, что вы, Гвард, а нам нельзя разговаривать? Нет, нельзя. Где доказательство, что можно? Вот уже вопрос неправильно задан. То есть он не должен искать доказательства на дозволение на дозволенность, а он именно должен искать доказательства на запрет этого. То есть не он должен ему говорить, где долиль доказательства, что нельзя так делать, а тот должен ему сказать, где долиль доказательства, что так делать нельзя. То есть это такое очень важное правило. Всегда у нас в практике такие бывают ситуации. Также саддозария – это запрет дозволенного в своей основе положения, который приводит к запретному. То есть запрет дозволенного. вещь какая-то дозволенная, но через нее можешь прийти к хараму. Аллах в Коране говорит, не приближайтесь к имуществу сирот. То есть Аллах не говорит, не берите их имущество, не воруйте их, не кушайте их еду. Аллах говорит, не приближайтесь, чтобы именно ты, если будешь приближаться, потом ты сможешь его забрать. Или Аллах говорит в Коране, не приближайтесь к прибыльодействию. Все, что приводит к хазина, к прибыльодействию, не приближайтесь к этому. Аллах говорит, не делайте прибыльодействие, не приближайтесь, чтобы не попасть туда. И такой, например, пример, если судья, если он в гневе, то в это время ученые, опираясь на это правило, говорят, ему лучше не судить, потому что это может привести к последствия быть неправильным, он может вынести решение. Это наоборот дозволение запретного для предотвращения того, что ведет к еще большему вреду. Например, дозволено войти в чужой дом для тушения пожара. То есть в чужой дом запрещено зайти без разрешения, но если там идет пожар, ты заходишь, чтобы его потушить, тем самым ты как бы предотвращаешь более такую сложную ситуацию, более такую страшную вещь, чем то, что ты зашел в его дом. Но именно здесь должны быть условия, чтобы отсутствие другой возможности. Также вред от разрешенного должен быть меньше вреда ради предотвращения, которое оно было разрешено. Это вкратце то, на что он основался. Также он основался на амэль ахль Медина. Это традиции, устоявшиеся после пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалям на территории Медины, если нет основания подвергнуть ее сомнению. То, что жители Медины делали, это не противоречит шариату. Он тоже брал как за основу, если не находил доказательства в Куране, в Сунне, в Аджима и так далее. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова